Мы что-то потеряли, и дом его искали, и небо было мурым, и дождик моросил. В Кохвесневе торжественно открыли сезон летних лагерей отдыха. Восемь из них будут работать при школах. Три смены заполнены до отказа. Спортивные и творческие направления. Всего 800 подростков, и каждый найдет хобби по душе. Работает опытный педагогический коллектив, по всем требованиям. Проводятся интересные мероприятия, я их посещаю. В конце летнего сезона они представляют, то есть каждый лагерь представляет отчеты о проведенных мероприятиях. 2500 человек, именно столько подростков в Кохвесневе, будут охвачены организованным отдыхом. Кто-то поедет в загородные лагеря региона, а кто-то на Черное море. После каникул их ожидает долгожданный подарок. В городе заканчивается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Там зрительский зал, то есть зрительские места для зрителей. И все. Там раздевалки. Но мы сейчас пройдем там посмотрим. Здесь будут два бассейна, тренажерные фитнес-залы, универсальная игровая площадка, где станет возможно проводить и танцевальные турниры. Покрытию не страшны даже самые высокие шпильки. Знаковый комплекс, так как таких у нас не было. Я думаю, что население это уже ждало более 20 лет, особенно бассейн. Думаю, что с открытием комплекса спортивной жизни в городе поднимется на новый уровень. Работы идут по графику. Виктор Казаков, ознакомившийся с ходом стройки, уверен, так будет и дальше. Все сроки подрядчик выдержит. Осенний сюрприз власти готовит и для самых маленьких. Уже идет внутренняя отделка в новом детском саду на 150 малышей ясельного возраста. С его вводом в Кохвестневе будет полностью решена проблема очередей дошкольных учреждений. Администрация области во всем поддерживает город Кохвестнево. Он очень активно и целенаправленно работает в этом направлении. И депутаты всех уровней всегда готовы помогать в реализации этих проектов. Мы являемся такой столицей северо-востока Самарской области. И, конечно, появление таких объектов на нашей территории, оно более повлияет на то, что привлекательность территории станет гораздо лучше. В ближайшее время в Кохвестневе начнется еще одна масштабная стройка. Ледовый дворец станет тренировочной базой для собственной хоккейной команды, которая, надеются жители города, появится у них уже в следующем году. Руслан Шарипов, Алексей Гриднев, Новости губернии. Работает этот позор.